Статья интересная, она затронула за живое многих и отельеров, я знаю, и представителей из OTA. Ну, на наш взгляд, как людей из этой индустрии, людей из этого бизнеса, безусловно, паритет – это одно из правил игры, в которую мы все играем, если мы говорим про онлайн. И, на мой взгляд, паритет – это правильная вещь, потому что, если отели начинают давать разные условия разным компаниям, но при этом мы говорим про публичные цены, то между компаниями начинается несколько странный момент относительно конкуренции, когда за счет того, что дает отель, OTA начинают получать конкурентные преимущества. Ну, на наш взгляд, это неправильно. OTA сами должны находить эти конкурентные преимущества за счет своей работы, за счет своего качества, за счет каких-то дополнительных бонусов или программы лояльности, которые у них есть для клиентов. И уже за счет таких вещей должны выходить на рынок. Да, мы все понимаем про специфику мета-поиска, который сейчас очень активен в российском сегменте, и там все больше OTA, и даже отели напрямую идут туда. И во многом проблема паритета, она вызвана в первую очередь пристальным вниманием к мета-каналам, потому что там не секрет, если зайти на такие площадки, поискать Москву или Санкт-Петербург, то даже брендовые гостиницы с именем, которые заботятся о своем паритете, все равно по ним будут какие-то цены ниже тех, что гостиница продает на стойке. И мне кажется, для гостиницы это тоже, ну, такая существенная проблема, когда у всех одинаковые цены, то не возникает, ну, то есть цена не является основным фактором для покупки. Если у всех одинаковая цена, то пользователь должен перейти ко второму уровню, да, и решить для себя, что ему важнее, там, бронировать в отеле напрямую, копить там какие-то бонусы, которые есть в программе лояльности отеля или бронировать через OTA, потому что ему удобнее, да, потому что, там, ему не нужно заполнять гарантийную форму для кредитной, там, карты, как это часто бывает в гостиницах, да, когда нужно тратить на это какое-то время, отправлять скан обратно и так далее. Собственно, выбор за пользователем, поэтому мы хотим, чтобы условия для всех были равны. При этом мы понимаем, что разные компании могут предложить разные условия гостиницам в плане продажи, да, и в тот момент, когда OTA или другой какой-то публичный игрок создает на своем сайте возможности для продажи номеров по более выгодным ценам и таких возможностей не предлагают другие ресурсы, то это справедливая история, да. Если при прочих равных на всех ресурсах условия продажи одинаковые, то мне не совсем понятно, почему гостиница должна давать одни цены в один канал и другие цены в другой канал, да, мне кажется, что со временем, ну, если мы будем придерживаться такой политики, то со временем те, кто имеют больше объемы, они будут продавать гостиницу по лучшим ценам, да, ну, в таком случае у каких-то новых игроков или у игроков какого-то узкого сегмента просто не будет шансов для того, чтобы эту гостиницу продавать, потому что пользователь, и российский в том числе, сейчас очень чувствителен к цене. То есть, да, есть категории, для которых цена не важна, они лояльны к бренду, к бренду площадки онлайн бронирования или к бренду гостиницы, но большинство людей, они четко понимают, что цена может быть ниже, да, и они идут и проверяют, и смотрят. Ну, мне кажется, такая история с большой разницей в ценообразовании, если мы говорим, опять же, про публичные цены, она не очень правильная. Мы не столь внимательны к изменению цен в рамках периодов, потому что мы онлайн, и цены задают нам сами отели, они могут их менять в любой момент времени. Для нас главный маркер – это спрос, это продолжительность пребывания, это категории номеров, которые заказывают люди, это спрос от одного периода к другому, насколько он меняется, есть ли какая-то динамика. Мы четко можем сказать, что на внутреннем рынке сейчас идет рост. Мы, ну, опять же, возможно, это связано с тем, что мы относительно молодая компания, да, и мы растем, мы развиваемся и вкладываем в это много усилий, и сейчас эти усилия окупаются, и люди начинают более активно использовать нашу площадку. Но в то же время многие события, да, прошедшие, они показывают, что за рубеж стало ездить дороже, проблематичнее, в том числе и с точки зрения каких-то бизнес-историй, да. То есть май-сегмент, он сокращается с точки зрения бюджетов, и он переориентируется на Россию. Так у нас было очень много хороших примеров этой зимой в Красной Поляне. Во-первых, появилась достойная инфраструктура, появились цепочки, появились качественно независимые гостиницы, в которых не стыдно провести мероприятия достаточно высокого уровня. При этом, если мы будем смотреть на бюджет, то, безусловно, в Красной Поляне это будет сделать в разы дешевле. Ну, соответственно, следуя такой логике, многие компании и направили свой интерес в сторону Сочи, в сторону Красной Поляны, ну и вообще на внутренний рынок. Если говорить про те компании, которые традиционно путешествуют только внутри России, ну, про путешествия я говорю, да, что это бизнес-туризм, командировки, участие в мероприятиях, мы не видим существенного снижения спроса. Возможно, в каких-то сегментах люди стали экономить, да, стало меньше поездок в пятизвездочные гостиницы, да, может быть, немножко сократилась длительность пребывания, но это даже не целая ночь. То есть, если в среднем, там, командированы у нас, там, ну, 2,3, там, ну, чуть меньше двух с половиной ночей, да, средняя продолжительность пребывания, ну, то сейчас она сократилась, там, 2,2,1. Но, опять же, год еще впереди, поэтому пока люди не сильно экономят на гостиничном сегменте, если мы говорим про путешествия. Ну, безусловно, российский рынок сейчас, он не целиком охвачен онлайном, да, ну, собственно, поэтому мы и вышли на рынок, это было в, там, 10-м году, да, активно мы стали развиваться, там, середина 11-го, мы понимаем, что до сих пор большинство путешественников, которые ездят и внутри России, и заказывают, там, поездки за рубеж, они пользуются услугами агентств, да, или делают это, ну, через какие-то другие оффлайн-каналы. Ну, эта история давно уже пройдена на Западе, все абсолютно логичным образом переориентировалось в онлайн, да, пользователи стали ценить свое время, пользователи стали ценить свои деньги, они понимают, что если ты хочешь куда-то поехать и забронировать гостиницу, ну, надо бронировать гостиницу максимально быстро, сократить свои риски на предмет того, что гостиница может тебе не ответить, или гостиница может ответить тебе, но слишком поздно, когда ты уже принял другое решение, или, там, цена тебе не подойдет и так далее, ну, поэтому онлайн-площадки, в данном случае, пришлись, ну, просто ко времени. Ну, Россия в данном контексте не исключение, потому что мы идем по пятам, да, наших, там, коллег из Европы, из Америки, и спрос есть, то есть тот человек, который один раз, да, забронировал что-то в онлайне, он уже понимает, как работает эта модель, он уже понимает, в чем плюсы в сравнении с путевками под запрос, если мы говорим про массовый сегмент, то, безусловно, выбор массового пользователя будет в сторону онлайна увеличиваться, да, потому что самый главный аспект – это время, да, время, которое ты тратишь, как пользователь, на то, чтобы найти и забронировать себе гостиницу, да, независимо от цели визита, бизнес-путешествия, леджер-путешествия и так далее. Если говорить про, там, тенденции, безусловно, будет открытым в ближайшее время вопрос сегментации, если говорить про классический гостиничный бизнес, да, то его будут бронировать напрямую через систему онлайн-бронирования, да, либо напрямую у отелей, если отели будут к этому готовы, потому что до сих пор не все гостиницы знают, что такое онлайн-бронирование, а даже если не знают, то очень часто, когда переходишь на отельный сайт, просто для того, чтобы забронировать номер, тебе нужно заполнить, там, 10 каких-то полей. Ну, и пользователь, который может заполнить 5 полей в онлайне, да, и 10 полей на сайте отеля, но это тоже время, вот, оно иногда уже даже на минуту исчисляется, пользователь становится более таким развращенным в хорошем смысле слова, что он привыкает к определенным стандартам, и если гостиница эти стандарты перестает выдерживать, то, конечно, он идет на те площадки, где ему просто удобнее и быстрее бронировать. Но при этом остаются пока за кадром истории с апартаментами, да, есть Airbnb, есть Villas.com, это как раз проект букинга, который сосредоточен на апартаментах и, там, отдельно стоящих виллах, да, каком-то нестандартном жилье, ну, и он тоже востребован, то есть это такая новая модель, ну, наверное, новая для россиян, потому что те же самые англичане, они очень активно занимают, ну, во время отдыха арендуют апартаменты в той же самой Турции, Греции, это большой сегмент рынка. У нас пока этот рынок только формируется, и здесь как раз мы можем говорить о том, что OTA будут бороться с какими-то другими площадками, которые сконцентрированы только на одном сегменте, да, то есть можно забронировать, ну, будет ли это там все в одном, да, когда ты пришел на K2GO и хочешь там забронировать, неважно, что отель, хостел, там, апартаменты или виллу. Или это будет какой-то отдельный проект, когда пользователи бронируют гостиницы, там, и хостел, ну, какие-то городские и пляжные, ну, отели внутри, а там одного сайта, а за апартаментами, там, за гостевыми домами, нестандартными средствами размещения идут к какому-то другому игроку. Да, при этом в определенных, в определенных городах, в определенных локейшенах будет наблюдаться конкуренция между апартаментами и между традиционными гостиницами. Мы уже это видим на примере Тенерифа, мы уже это видим на примере, ну, там, других испанских локейшенов, и, ну, это может быть зона для конкуренции между OTA и внутри, но мне кажется, конкуренция, это скорее хорошо. Поскольку мы специализируемся на российском сегменте, то мы очень внимательно отслеживаем, как покупают именно российские пользователи, и в этом может быть принципиальное отличие от пользователей зарубежных. И, ну, есть определенные тренды, как покупают в онлайне российские путешественники. Да, ну, есть определенная история с бизнес-тревелом, и зачастую она не очень логична, когда люди могут улетать из Москвы, из Питера и заказывают билеты в другие города, допустим, там, Екатеринбург или Новосибирск, и покупают отели в этот же день или на следующий день. То есть окно бронирования для бизнес-тревела почему-то очень маленькое, да, хотя, казалось бы, это бизнес, люди наверняка заранее как-то планируют все время командировки, но достаточно существенное число броней, можно назвать срочными. Если говорить про лэжи-сегмент, да, про сегмент индивидуальных путешественников, которые ездят на отдых, то у нас до сих пор не очень популярно бронировать сильно заранее. Это распространено, наверное, в сегментах пляжного отдыха, где не очень много качественных отелей. Ну, если в регионе не очень много качественных отелей, то люди заинтересованы бронировать этот отель заранее, чтобы получить максимально выгодную цену, чтобы сделать бронь, там, допустим, с мая они делают бронь обычно на август. Таким образом, они точно знают, что они смогут остановиться в нужное им время в нужном качественном отеле, потому что если это сделать за месяц, скорее всего, номеров уже не будет. Но, опять же, это не самый популярный паттерн. Большинство людей, если говорить про лэжи-сегмент, они бронируют за месяц. Это вот если про окна бронирования и про формат, как выбирает наш пользователь.